приветствую вас у нас продолжается наш дизайн 5.0 и перед вами сейчас будет выступать александра лисица ваша коллега из республики беларусь она работает не только в минске но и по всей республике беларусь и в россии и она поделится особенности работы с коммерческими интерьерами продолжаем тему коммерческих интерьеров есть интересные кейсы поэтому при этом вам прослушивание коммерческими клиентами почему почему это все-таки отдельная тема потому что коммерческие клиенты и жилые и жилые интерьеры это немножко разные понятия и моя задача сегодня пояснить пояснить почему итак меня зовут александра лисица я совладелица студии дизайна лисица дизайн я дизайнер интерьера я член союза дизайнеров и архитекторов член ой выпускница европейской школы дизайна дизайн корскул и постоянный спикер деловых программ дальше мы пошли и так в чем же в чем же в чем же в чем же у нас в чем же особенности коммерческие объекты это про бизнес жилые объекты это про комфорт я так студия дизайна про комфорт ничего личного потому что самое самое подходящее описание это все-таки ваши ваши названия вашей студии и так коммерческие объекты почему про бизнес когда приходит к вам коммерческий клиент его задача сделать его задача сделать так чтобы у него была возможность зарабатывать деньги это может быть кафе это может быть я не знаю офисы это может быть да что угодно шоурумы магазины ой салоны красоты и так далее в чем здесь особенность здесь особенность в том что здесь основной задачей является продуктивность продуктивность возможно зарабатывать деньги или или же возможность сделать такую обстановку сотрудникам чтобы они были максимально продуктивны что тоже приносит прибыль поэтому это эта история он ли про бизнес и крайне редко 10 час такая зеленая история зеленая это по спиральной динамике не не благотворительная но история для души скажем так то что на самом деле в кайф что человек не ставит цель зарабатывать деньги но это на самом деле очень такое прямо редкое явление вот поэтому об этом можно пока опустить момент и так пойдем дальше чего всегда стоит начинать кто ваш заказчик какие кто может быть во первых это может быть сам непосредственно владелец бизнеса это может быть его представитель и здесь важно понимать платит деньги и кому должен понравиться этот интерьер почему потому что когда вы согласовываете к примеру с помощником вам нужно сразу понравиться помощнику потом нужно поступать понравиться генеральному директору к примеру из пример из жизни я знала что всегда нужно понимать кто принимает что что всегда нужно нравить не то что не то чтобы нравиться тому а угодить тому кто принимает решение и сталкивалась я с тем что в работе с нашими коммерческими объектами когда мы долгое время очень очень много тратим времени на то что очень много работаем нарабатываем предлагаем варианты это все не то это все не так мы тратим время мы тратим мы даже теряли веру себя что мы на самом деле готовы реализовать этот объект вот и но потом когда касается вопроса общения с генеральным директором либо же там с человеком который либо платит деньги либо принимает решение ему оказывается что некоторые он говорит от тех вариантах которые мы просто убрали потому что они якобы не имеют места на жизнь и на самом деле становится обидно что тратится очень много времени поэтому здесь важно понимать кто принимает решение кто заказчики здесь его продукт чем он занимается здесь я и дальше еще буду будет буду более детально рассказывать об этом но здесь важно понимать чем заказчик занимается и так если это кафе то здесь важно понимать ну вы понимаете что здесь нужно сделать интерьер где будет приятно находиться посетителям где будет удобно перемещаться персоналу и так далее если ваш заказ это офисы здесь стоит принимать во внимание несколько другие моменты это это та же эргономика это не та эргономика какая нужно кафе и ресторану это другое освещение это абсолютно другой интерьер и сроки оплата аренды и открытия чаще всего когда к вам обращается заказчик с примеру с объектом опять же вернемся к теме кафе здесь важно понимать это арендная чаще всего это арендное помещение и с того момента когда вам человек обратился за помощью за проектом за консультацией за консультацией он уже платит аренду и здесь за нас стоит задача чтобы максимально вы должны понимать что здесь потребуется максимально быстро разработать интерьер чтобы человек не терял деньги на на то что он платит аренду до того как вы сделаете проектом месяц например вы делаете интерьер там три месяца и коммерческий клиент он не будет ждать три месяца ну чаще всего не будет скажем так если это не его помещение потому что вот допустим у нас был коммерческий объект где заказчик платит за аренду есть крупные объекты где заказчик строит для себя помещения то есть это абсолютно два разных заказчика и здесь важно четко понимает сроки и открытие ну это принципе одно одно другое дополняет и так до начала работы что же стоит чего же стоит начинать вы знаете чем занимается заказчик дальше вы анализируете его целевую аудиторию и это если касается вопрос шоурумов если это кафе рестораны если это там я не знаю шоурум магазины салоны красоты ну вот что пришло в голову и так анализ целевой аудитории это прям номер один чего всегда стоит начинать почему примеру у нас был я консультировала девушку которая хотела открыть она говорит вот я у меня вот есть небольшое такое помещение и я хочу там открыть ну вот что-то такое прям уютное нежное комфортное там помещение наверное на там на зал было наверное квадратов 15 не больше я понимаю что как бы ну где здесь поставить здесь можно поставить 12 максимум два столика удобных комфортных прям чтобы в таком лайтовом режиме можно было прийти попить кофе но где здесь бизнес она причем она я задала вопрос хочет ли планирует ли она зарабатывать на этом деньги до планирую окей кого она там хочет видеть она хотела видеть что вот кто-то шел мимо зашел там это мамочки с колясками это парень с девушкой пришли ну окей я говорю но я увидела планировку видео я вижу что там очень мало места и я говорю давайте мы выйдем все-таки на объект посмотрим что там и что мы увидели мы увидели да небольшое помещение то что принципе видел на планировке но я увидела что это помещение находится около какого-то городского рынка совсем рядом за стеной там находится шиномонтаж и еще в другой стороне там находится крупный супер супермаркет и я просто представила как человек как человек может приехать в такую в это место и просто порелаксировать когда там скорее всего кто-то прибежит перекусить не знаю работник рынка или кто-то мы сами понимаем кто может ходить кто посещает рынок это первыми второй момент туда может зайти взять кофе человек который приехал на шиномонтаж и третий момент там просто зайдет человек там проезжая мимо который едет супер супермаркет либо по пути либо обратно просто заехать либо что-то перекусить либо взять с собой кофе опять же такой момент и вот как бы немножко не стыкуется расположение реальная целевая аудитория не то даже которую а них и на которую не хотят выйти а то что реально будет я говорю что ну слушайте давайте реально смотреть на вещи кто здесь будет и я прям я вот точно также расположила разложила варианты варианты какие могут варианты посетителей и она на самом деле такая сидит и под молотом на самом деле вы наверное правы так давайте давайте мы сделаем блинную какую-нибудь там блинную бургер ную и так далее то что человек пришел взял перекусил и ушел если пускай вы лучше прославьтесь своей кухней и к вам будут приезжать и из трех точек я не знаю около около рынка около этого супермаркета будут приходить именно к вам потому что у вас вкусный путь даже и дороже вот но здесь все таки не нужно делать вот что-то вот в стиле прованс возле шиномонтажа поставить кафе с двумя столиками и так далее вот поэтому важно понимать целевую аудиторию важно не то чтобы понимать а самой проанализировать что что реально может быть второй момент анализ вы еще идеи для бизнеса даете ну если есть какие-то идеи этого возможно анализ конкурентов и так примеру хотя пример разберем там дальше но анализ конкурентов для чего здесь важно понимать какой спрос здесь важно вот я прошу прощения вернусь к вопросу вы еще один по поводу не вопросу по поводу фразы что даем не даем идеи для бизнеса здесь просто зачастую бывает такое что когда люди обращаются они как они себе это представляют обращением дизайнеру просто здесь не стоит допускать ошибок и делать здесь это должно быть красиво это должно быть стильно но это должно в коммерческих коммерческих помещениях объектах это должно приносить прибыль и только с этой с той точки зрения и к примеру если вам обращается коммерческий клиент и чаще всего если он не работал с дизайнерами до этого он сомневается у нас был случай когда к нам обратились я дальше расскажу в этом примере нам обратились камер за проектом для шоурума дверей вот и примеру у меня не было ли на тот момент реализованных объектов коммерческих но понимание того что нужно делать на первой же встрече я уже говорю что слушайте надо учитывать то-то 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 и то-то и человек который сам возможно где-то что-то не понимает или не учитывал он говорит что да именно значит если этот человек понимает чего я хочу получить значит он это и учет и в интерьере и весь интерьер именно выстраивается на том чтобы данная категория клиентов чтобы она получала то зачем приходит а это прибыль или же комфортные условия для сотрудников которые тоже приносят прибыль и так возвращаемся к анализу конкурентов это я описываю часто как мы работаем с коммерческими клиентами и так важно понимать спрос к примеру я вам сейчас скажу одну шуточную историю все-таки это реально все больше про бизнес как-то я помню мы хотели из строй заняться производством детского постельного белья мы знали что на рынке нет красные не такие не те которые прям совсем совсем младенческие а то постельное белье которое вот прям для кровати там стандартной кровати там 120 на шириной 190 или 120 но нет красивого постельного белья вот и мы решили что в этом нуждается рынок и мы решили что мы этому миру нужны ну и вот мы пошли в школу обучению бизнеса мы там задвинули свою идею и нам сказали очень интересную вещь чему и почему я и привела этот пример и там сказали что а почему вы решили что это сейчас нужно миру но мы говорим что вот нет справа нет нет предложений вот наверное есть какой-то спрос на спрошу а вы изучили спрос такие но нету мы спросили у трех подружек они тоже сталкивались с такой проблемой и как бы ну значит это значит мир нуждается в этом и нам сказали вот что а почему вы не подумали о том что этот бизнес неприбыльный и поэтому люди просто начинали заниматься и быстро закрывались потому что нет спроса такие блин это же была такая гениальная идея вот и поэтому здесь важно понимать четко анализировать конкурентов важно понимать что пользуется спросом что они пользуются спросом и это учитывать при создании проекта и так брендбук здесь нужно учитывать фирменный стиль цвета оформление все то чем уже пришел заказчик он если это первый объект первый вообще коммерческий объект если это вот только открыть это отдельным пунктом у него должна разработка брендбука и то что вы будете учитывать в интерьере это не ваша работа но ваша работа заключается в том чтобы отразить чтобы все напоминала об этом в интерьере если это нужно к примеру если это до самый простой пример если у какой-то фирмы есть логотип есть фирменный цвет то понятное дело что этот цвет так или иначе должен присутствовать в интерьере ну и тому подобное скажем так и последнее это анализ пожеланий заказчика здесь вы общаетесь спрашиваете что он хочет что для него ценно здесь очень хорошо очень на пользу идет понимание понимание клиента не буду рассказывать о том что как понимать клиент потому что есть целый большой курс вот у евгения с ниной понимание об умении понимать клиента об умении понимать его ценности и говорить с ним на одном языке и также понимать его скрытые пожелания как вот об этом сейчас расскажу к примеру наболевший случай жизни сейчас будет был случай когда мы пришли первая встреча еще никто не не планировал там с нами заключать договор работать они рассматривали предложение вот и вот нам спрашивают мы хотим сканди мы хотим строгий сканди и но ни в коем случае мы не хотим чтобы где-то прослеживался где-то прослеживался дубай это вот прям прям я цитирую из т.з. окей как бы мы посмотрели как бы чем занимается заказчик мы изучили мы изучили продукт мы изучили историю создания этого бренда этого частная частная коммерческая организация которая но он это оборонка не буду вникать потому что у нас есть у нас подписаны договоренности о неразглашении деталей вот но случай очень такой прям яркий так вот и нам говорят что мы не знаем какие мы хотим цвета нам не обязательно привязываться к нашему фирменному стилю то что возможно поменяется вот но наша стихия наш продукт он в небе и мы самые крутые вообще на рынке вот все что я услышала заказчика то что мы предложили все очень понравилось в коллажах все очень понравилось вот мы перенесли это на визуализацию и у коня понятное дело мы хорошо поработали я вся такая довольная иду к заказчику и заказчик говорит ну а там заказчик такой холерики он вообще абсолютно не выбирала слова для того чтобы писать свои эмоции и он говорит александр что мне принесли это же все вы вообще видели это же арабские это фирменный стиль арабских авиа авиалиний это первое второе это блевотно третье это сарай я реально слушать я сижу и я просто понимаю думаю это же как надо было вот ошибиться и я я реально горжусь тем что я умею понимать клиентов я умею находить к ним подход я умею сглаживать не знаю какие-то конфликтные ситуации тушить эти пожары и здесь вот просто такой просто просто такой плевок мне в мою мою сумку в мою не знаю самооценку я такая сижу думаю и ретели чего чего пошло не так и здесь мы начали все сначала что я сделала мы я распечатала подготовила какие-то варианты абсолютно разные варианты интерьеров наши не наши абсолютно разные и я начинаю вот просто сижу и просто в такой в таком состоянии что думаю господи как так можно было вообще ошибиться мне сказали что вот скандии деловой скандии там да ничего сказать что можно дерево в интерьере должен быть как 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 я промахнулась и я сижу после после встречи мы прошлись по каждому интерьеру и ними сказали что им нравится я потом сижу и отмечаю на каждом интерьере что нравится я так сижу думаю батюшки какой тут скандии дежат скандии даже ничего даже вообще не пахнет вообще то есть мы ушли полностью от скандии и это был современный технологичный интерьер с элементами футуризма ну вы же понимаете что как бы ну нет это не скандии вообще никаким боком вот как стоит анализировать пожелания заказчика не стоит слушать слова если вы доходите до того момента когда он говорит о своих пожеланиях то здесь лучше смотреть на реальные примеры показать если это кафе какие-то тематические и вот общение с заказчиком выстраивать так вот например вот кальянная а вот здесь такая вот здесь такой-то интерьер здесь такая-то функция здесь такая цель как бы вы бы хотели чтобы примеру как то это отражалось в интерьере там что он здесь нравится здесь вам нравится цвета здесь вам нравится интерьер и это не для того чтобы к примеру вывести просто взяли вот то что вы проанализировали и сделали то же самое просто вот из разных интерьеров купили нет никоим образом но вы будете понимать что такое вот скандии если он говорит что скандии либо не знаю футуризм что это для него это очень важно понимать можно детальнее как работает с брендом дизайнером во многих запросах есть брендбук что нам надо туда брать чаще всего это цвет формы возможно возможно текстуры какие там есть если тот же фирменный стиль если там будут какие-то не знаю если это салон красоты и там всякие витиеватые формы то понятное дело что вы там ничего такого главатого не будете делать это первое второе если фирменный если в фирменном стиле цвет синий там синий знакомый синий серый синий серебристый то черный латунь как бы ну не стоит туда сильно добавлять то есть важно чтобы важно чтобы возникали какие-то ассоциации вот посмотрели логотип и как то как то стоит отразить в интерьере есть такие заказчики которые говорят что нам не нужно привязываться к нашему фирменному стилю почему потому что как в нашей ситуации было у них пример есть какой-то общий логотип он яркий там три элемента ярких четыре точнее элемента яркие не говорят что этот логотип говорит о том что мы просто разноплановые но в чем разноплановость разноплановость в том что в нашем шоуруме мы работаем там это входные двери это межкомнатные это межкомнатные одного производителя второго третьего плюс мы занимаемся корпусной мебелью вот и они говорят что нам не нужно брать вот эти цвета и использовать их где-то в интерьере но как мы что мы делали в интерьере мы использовали фото зоны где мы прикрепляли не знаю инста визитку либо просто ссылку на инстаграм для того чтобы чтобы человек чтобы человеку было удобно сфотографировать это нам осталось вот на самом деле очень известный такой прием и мне почему-то кажется что вы все об этом знаете и так до начала работы я проговорила то что я делаю до начала работы и здесь на этом этапе вы уже в принципе можете понимать чем вам предстоит работать дальше грамотное планировочное решение потому здесь как я уже говорила здесь не подойдут стандартные жилые нормы эргономики там что проход примеру там 600 700 там этого достаточно там для того ну для тех проемов там где вы не будет где вы не часто ходите скажем так и так если расскажу на примере если у вас кофейня не ресторан кофейня то там не нужно делать широкие проходы потому что там очень большой потоки там цель чтобы человек пришел купил взял и ушел при возможности ненадолго присел и ушел если же это ресторан то там нужно продумать чтобы было удобно перемещаться официантом чтобы было чтобы если нет вариантов запасного выхода скажем так в ресторане важным моментом является продумать расположение двери так чтобы когда продукты приносят либо новые либо не знаю там какие-то коробки несут склад бывает такое что только один вход и нет какого-то хоз хозяйственного там не знаю входа вот это тоже нужно продумать чтобы никого потом не толкать это второй момент и третий момент чтобы если это ресторан то там все-таки люди приходят на более долго на более длительное время нежели чем в кофейню и там должна присутствовать некая изоляция каждого столика но если есть еще такой момент по расстановке столов мне кажется не к этому моменту относится но проговорю пока помню вот чаще всего как чаще всего мы где хотим присесть в кафе мы хотим устроиться у окошка чтобы был красивый вид чтобы можно было с чашечкой кофе либо с бокалом вина просто посетить и просто посмотреть понаблюдать красивый вид из окна доставят хороший столик куда ставят диванчик и остальные столики как правило которые вне которые удалены от окошек они чаще всего пустуют и не раз я и сама в принципе уходила и не раз сталкивалась с тем что человек зашел посмотрел что свободные только центральные столики со стульчиками они уходят с точки зрения бизнеса и с точки зрения как стоит продумать интерьер его нужно продумать так чтобы у окошка были менее удобные места а в центре более удобные потому что у окошка подкупает и не заполняются первую в первую очередь они заполняются человек сразу выберет это место и потом когда человек заходит и смотришь что все места у окошек заняты и он присядет в центре потому что там будет удобно он будет обмирал комить высокий диванчик он будет чувствовать некую изолированность от вообще другого пространства его не смутит то что он не получил то место у окошка скажем так и если зайти посмотреть кафешки или рестораны чаще всего так в принципе и бывает и это тоже стоит пояснить заказчику если вы делаете какой-нибудь интерьер объект хорики отдельно я отметила холл бизнес-центра и холл гостиницы здесь тоже нужно понимать функцию если это холл гостиницы то здесь конечно это другой интерьер это другая целевая аудитория и это другая цель с которой приходят люди и то же самое по интерьеру если в гостинице там можно сделать прям не знаю ресепшен прям таким стильным клевым не знаю как в гостинице можно использовать больше больше все-таки творчество что же касается холла бизнес-центра то там все же важно понимать разницу этих целевых аудиторий и неважно какая целевая и неважно какое помещение важно важно понять функцию этого помещения исходя из этой функции продумывать продумывать планировочные решения ниже покажу пример с шоурумом и так что еще важно учитывать работе договор вы четко должны понимать это касается и как скажем жилых помещений так и в принципе коммерческих объектов должен быть четкий договор где указаны сроки и оплата чему это важно на примере кафе или ресторана или салона красоты где реализация в течение месяца здесь вы должны понимать что вам месяц придется работать ну просто 24 на 7 и здесь нужно понимать что эта работа срочная что она должна стоить дороже и второй момент если это долгострой если заказчик строит себе помещение и вы понимаете что у вас на этот объект уйдет больше чем полгода а вы по стоимости как бы сразу обрадовались вас все устроило но хватит ли вам этих денег для того чтобы существовать полгода то есть вы должны понимать что либо вы оговариваете стоимость заранее какую-то повыше потому что это долгострой и вы будете заниматься этим объектом больше чем мир другими объектами и второй момент четко прописать когда вы когда у вас будет оплата проговорили вот первый этап такой оплата второй этап такой оплаты потому что потом начинается эта вся размазанная история что сразу они внесли предоплату а потом начинается а потом вы делаете то потом то потом то потом то и вас получается 5 этапов они начты не завершены и когда вы говорите что слушайте нужно 3 месяца прошло давайте мы как-нибудь что-нибудь ну подытожим и у нас же там здесь надо нас этого не хватает здесь этого не хватает здесь этого не хватает поэтому Поэтому проговорили четко этапы, проговорили четко оплату и пошли дальше. Не повторяйте моих ошибок. И вот, это просто сейчас на примере шоурума дверей. Дано. Помещение 345 квадратных метров, высотой 3900, окна в пол по правой стороне, вот как если смотреть на план, с хаотично-разбросанными колоннами. Задача – показать входные межкомнатные двери в интерьере, привлечь клиентов нового уровня, вместить больше образцов, создать шоурум, каких нет в РБ. Вот это мы получили такое техническое задание. На самом деле, когда увидела это помещение, мне почему-то показалось, что вроде все так прикольно, но эти колонны, я когда зашла, там даже толком просмотреть, оценить все помещение было сложно, потому что колонны разные, хаотично разбросаны, и как планировать пространство, ну, прям была задача-задача. План действий. Как мы действовали? А кто клиенты сейчас? Раз поступил запрос на то, что заказчик хочет новую целевую аудиторию, новых клиентов, значит, нужно понять отправную точку. Это, да, был запрос к заказчику. Кто клиенты? Второй момент. Анализ запроса нужной нам категории. Задаем вопрос, идет, это напрямую идет общение с заказчиком. Анализ запроса, задаем вопрос заказчику, что вы хотите, каких клиентов вы хотите. И заказчик уже говорит, что вот я хочу там такое-то, чтобы вот у нас там подавались такие-то, такие-то модели, чтобы у нас там были такие-то, такие-то заказчики. Значит, нужно изучить запрос нужной именно той категории клиентов. Итак, к примеру, как изучить этот запрос? Ну, во-первых, если это платежеспособно, ну, если мы говорим о сегменте выше среднего, либо премиум сегмент, мы же как бы как дизайнеры знаем, что кто такие люди и с чем они приходят, и как они себя ведут, и какие у них запросы. И это нужно прописать, проанализировать. Если не хватает опыта, спросить у коллег. То, как делали в том числе и мы. Третье. Обзор шоурума нужной сегмента. Анализ конкурентов. Везде, во всем, все, что касается бизнеса. Если возникают вопросы, всегда нужно делать, проводить анализ конкурентов. Это прям нужно было написать пунктом номер один. Итак, обзор шоурума нужного сегмента. Мы пообщались с заказчиком и спросили, какие шоурумы, на какие шоурумы, к примеру, они хотели бы равняться. Окей, они проговорили, проговорили, проговорили. Отдельно шоурумы. И они говорят, что вот, значит, лучше, чем у них. Окей, мы идем дальше. Мы, так как все-таки, мы все-таки на территории Беларуси вещаем, мы понимаем, что другие страны СНГ все-таки на несколько шагов впереди. Поэтому мы вспоминаем, смотрим обзоры, вспоминаем выставки, смотрим онлайн. Сейчас очень удобно, что можно онлайн походить по любому шоуруму, если есть запрос. Знаем шоурум. И там прям просто по маршруту можно пройтись онлайн. Это очень здорово. Посмотрели, проанализировали, как стоят модели. Какое там освещение. Хоть, конечно, в режиме онлайн этого не оценишь, но зато можно оценить освещение. Потому что были моменты, к примеру, мы сейчас говорим про шоуруму дверей, если что. Потому что были моменты, где, да, красивая такая конструкция, навесная такая, как шапочка над дверью. И вот здесь вот, совсем вот здесь освещение. И она освещает только дверь, 20 сантиметров вверху двери. И у нас в Минске есть такие шоурумы, которые работают с итальянской компанией. Вот. И я зашла и вживую увидела, что прям с освещением проблема. Значит, отдельным пунктом пишу, что проконсультироваться по освещению. Ну, вот именно как, на каком расстоянии нужно повесить освещение, чтобы оно прям максимально выигрышно смотрелось, максимально выигрышно смотрелся образец. Первое. И второе. Какое освещение должно быть? Дальше. Мы все это проанализировали. Мы это что-то заскринили, сохранили, что-то для себя отметили и пошли дальше. То есть мы на этом не останавливаемся. Опрос коллег. Итак, если человек хочет выйти на категорию выше, значит, это те клиенты, которые не придут просто так. Это те люди, которые сами на процентов 80, на 70-80 не занимаются самостоятельно ремонтом. Значит, что? Значит, нужно привлечь дизайнеров. Это отдельный пункт для заказчика, что ему нужно работать с тем, чтобы максимально привлекать дизайнеров. Второй момент. Мы сделали опрос коллег. Я делала запрос в союз дизайнеров и плюс еще запрос в наш чат дизайнерский такой небольшой, где я спросила девочки, на что вы обращаете внимание в шоурумах, что удобно, чего не хватает и как вам удобно работать. И я получила просто потрясающую обратную связь от коллег, дизайнеров, где я понимаю, что ага, значит, вот это, вот это и вот это. Я ставлю галочки и выписываю. То есть собираю. То есть по коммерческому объекту всегда должна быть просто папка отдельная. Хотя, в принципе, как и по-жилому, когда есть там какие-то референсные изображения, планировки и так далее, это тоже и, в принципе, и по жилым помещениям. Дальше. Анализ других магазинов этого заказчика. Если есть, в нашей ситуации были другие магазины. Я их, в принципе, знала, все эти магазины, но для того, чтобы... Но я не изучала их с точки зрения анализа. То есть я просто зашла, посмотрела, не анализировала, что мне там нравится, что не нравится. Я смотрела на образцы. Значит, прошлись по всем магазинам. Там были не шоурумы, там именно были магазины. И я отметила, что мне понравилось, что не понравилось. И плюс я учла то, что где они расположены, эти магазины. И плюс дополнительно уточнила, кто клиенты этих магазинов. Дальше. Так, анализ других. Анализ возможностей продукта. Здесь мы задали вопрос у заказчика. То есть чем они занимаются, мы знали. Это входные и межкомнатные двери. Второй момент. Чаще всего, если там при создании любого шоурума, могут быть какие-то допродажи. Это тоже важно понимать. И мы спрашиваем, к примеру, чем вы еще либо планируете заниматься, либо можете заниматься, либо что вы можете производить у себя для шоурума. Чтобы, к примеру, мы не использовали какие-то предметы, те, которые они могут производить самостоятельно. Во-первых, это может быть дополнительная реклама. Это может быть дополнительно показать о возможности этого заказчика. И в-третьих, это экономия средств на реализацию объекта. Пошли дальше. Здесь мы узнали, что они могут заниматься перегородками. Они могут делать фасады для кухни. Они могут делать корпусную мебель на заказ. И они не занимаются этим, потому что нет рекламы. Люди не знают, что они этим могут заниматься. Вот. Отличная новость. Мы пошли дальше. Итак, тенденции и тренды. Здесь просто каждый, мне кажется, каждый дизайнер, который обучается, который совершенствуется, он вникает в тенденции, как и по жилым, так и по общественным интерьерам. И тренды. Потому что если это шоурум, значит там заказчик должен увидеть, не заказчик, а клиент заказчика должен увидеть завтра, завтрашний день. Поэтому нужно все-таки анализировать и предугадывать то, что будет завтра. И это не, к примеру, ваши фантазии, это не ваши какие-то амбиции и не то, что конкретно нравится вам. Здесь все-таки есть какие-то алгоритмы того, что мы увидим завтра на нашем рынке. И в Белоруссии, и в Москве все равно это приходит из каких-то других стран. Поэтому, чтобы понять тенденции и тренды, важно просто регулярно либо посещать выставки, смотреть обзоры выставок, у кого нет возможности посещать выставки, и быть в теме новинок, либо быть в тусовке, скажем так. И тогда никаких трудностей, никаких сложностей абсолютно у вас не будет. Расположение объекта. Я уже об этом говорила, что важно понимать, как и где расположен объект. Сколько там дневного света, сколько там проходит мимо людей. Какой шанс того, что человек просто сразу увидит. Есть у каждого такие магазины, у каждого дизайнера есть такие шоурумы-магазины, которые они, возможно, не слышали, но проезжали мимо, увидели, что-то привлекло внимание, и с мыслью, о, зайду, надо посмотреть. Я уверена, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, кто у кого на самом деле бывает такое, что что-то привлекло в интерьере, именно витринная часть, и вы уже потом понимаете, что, о, надо зайти. Вот, есть плюсики в чате, отлично. Значит, мы не ошиблись. Брендбук. Вот, возвращаясь к той же теме. Мы понимаем, что... Нам заказчик сказал, что нам не обязательно... Вот у нас четыре цвета, там, синий, красный, зеленый и, по-моему, желтый. У них три цвета, это яркие цвета, которые, если использовать в интерьере, ну, ярковато будет. Вот, поэтому, как бы, заказчик, он сказал, что не нужно нам привязываться к этим цветам, поэтому можно где-то это как-то использовать, чтобы все-таки это напоминало, что это наш, что это мы, что это наш продукт. Вот, но прям вот так вот в лоб нам не нужно использовать наш наш Брендбук. Вот, поэтому мы в данной ситуации мы использовали то, что мы на экспозициях мы просто расположили инста-визитки, какие-то, не знаю, наклеечки, ссылки на соцсети и так далее. Вот, плюс у нас там расположена зона ТВ, где постоянно идет презентация, и где на презентации тоже постоянно есть логотип. Так, возможная траектория клиентов. Это нужно при планировании пространства. Когда мы анализировали, что нравится в работе в шоурумах, в данной ситуации людям был основной запрос был, чтобы все было просто и понятно. Поэтому цели заблудить там клиента в данной ситуации нет. В магазинах используются зеркала, там, для влечения пространства, и ты там ходишь, вот зачастую путаешься. Честно, я не люблю такие места. Меня это раздражает, меня это, простите, выбешивает, и я достаточно быстро оттуда выхожу. Но здесь это не только было мое мнение. Здесь был такой же запрос, когда что удобно в работе, с шоурумами конкретно. Многие написали, чтобы было все просто и понятно, как я уже сказала, чтобы не было вот этих вот головоломок. Найди меня. Так, и последнее. Подбор ассортимента и его расположение. Подбор ассортимента – это то, что, например, есть у нас двери, и заказчик хочет, чтобы у него был новый клиент. Поэтому мы, как дизайнеры, наша задача так – выставить образец так, чтобы его купили. Чаще всего они покупают не потому, что он плохой, а потому, что его не видно, его не продали. Важно понимать это с точки зрения бизнеса. Поэтому, что мы сделали? Исходя из той же аналогии, что хочет видеть клиент той аудитории, какую запросил заказчик, мы, в принципе, сейчас покажу, как мы распланировали пространство. Итак, вот планировочное решение. Во-первых, мы выровняли пространство тем, где мы образцами, вот где стоят восьмерочки, мы образцами выровняли пространство, воспрятали эти колонны, которые хаотично разбросаны. Ну, давайте сначала. Синяя линия – это я указала расположение окна. То есть это единственное окно, где, откуда может поступать естественное освещение. Итак, зона витрины. Галочками у нас указан вход в шоурум. Итак, мы входим. Можно с одной стороны, можно с другой стороны. Мы вошли. Предусматривается что-то будет выход, тот, который снизу, вот с небольшим таким тамбуром. Тамбур мы тоже сделали из продукта заказчика, который используется, к примеру, это выход на балкон, это главный блок, как они называют. Вот, это тоже элемент рекламы, что мы можем так делать. И они сказали, что, к примеру, проанализировали, вот у них есть три магазина, они говорят, что в этом магазине очень хорошо продается этот продукт. В остальных он не продается, потому что там не представлен. Значит, что? Оно, это не дешевый продукт, но продается он тогда, когда его видят. Значит, что? Значит, наша задача добавить этот продукт в этот шоурум. Вот мы и не нашли другого места, мы добавили его туда. Итак, зона витрины. Зона, окей, 10 минут. Я уже заканчиваю почти. Зона витрины. Она должна быть красивой, она должна быть рекламной и она должна привлекать внимание. Если посмотреть на зону, которая дальше, вообще-то зона предусматривается на то, чтобы человек зашел, и его не напрягала какая-то нагроможденность. Вот, поэтому для такой непринужденной обстановки есть диванчик-кресл для того, чтобы можно было что-то подойти, обсудить. Либо, к примеру, чаще всего, когда, ну, либо, если уже там решаются какие-то вопросы с менеджерами, мужчины чаще всего предпочитают немножко отходить, либо поработать, ну, чаще всего это бывает так. Вот, поэтому есть место, где можно удобно попить кофе, где можно посидеть за компьютером, поработать, пока там жена решает вопросы. Вот, это один момент. Второй момент, ну, выше покажу, вернусь потом, покажу, какие элементы яркие мы использовали для привлечения внимания со стороны витрины. Итак, два – это зона ресепшн. Стрелочками я указала направление вида, куда, что может быть, что может видеть менеджер. Так как здесь два входа, и правильнее будет, что если менеджер сидит за своим рабочим столом, если кто-то пришел, пришел клиент, пришел заказчик, чтобы он не терялся там, никого там не ходил, и менеджер видит, что пришел клиент, с этой точки зрения мы расположили зону ресепшн. Это удобно, это наглядно и просто. Троечка – это зона работы менеджера с клиентом. Это прямо неспроста, мы расположили это за спиной менеджера. Там гармошечкой указаны, это раздвижные, не раздвижные, это просто складные двери, которые закрываются, и как бы, в принципе, за спиной менеджера красивый фон. Вот он открывается, человек пошел, чтобы далеко не бегать от компьютера к зоне работы с клиентами, чтобы это было удобно. Плюс в этой зоне расположили стол с образцами, на стене мы расположили всякие образцы ручек, всякие механизмы открывания и закрывания. Там же вот так вот елочкой стоят образцы, где можно менеджеру показать, что такое, что такое, не знаю, рота дверью и там другие механизмы, какие могут быть, чтобы заказчик понимал, что он получит. Дальше, так, пойдем по порядку. Четыре, это у нас экспозиция в современном стиле. Для того, чтобы эстетически это все нормально смотрелось, мы разделили зоны, не так, чтобы шла современная, классическая, современная, мы не мешали. Мы разделили это помещение на две зоны. Зона классики и зона в современном стиле. И так, переговорную мы выделили продуктом заказчика. Это просто закрыли, скажем, дверями. И это будут использоваться разные двери. Мы предложили там использовать дверь скрытого монтажа. Одна, к примеру, это будет там шпон, а вторая это стекло, для того, чтобы там, во-первых, проходил свет, все-таки переговорный, естественный. И плюс показать, что мы можем делать стеклянную дверь скрытого монтажа. Не скрытого монтажа, просто стеклянную дверь в уровне со стеночкой. И вторая зона, четверочка, там тоже есть. Это зона, где показаны возможности. То есть, чем отличается шоурум от магазина? То есть, мы тоже должны понимать. Шоурум показывает возможности. Задача показать возможности заказчика. Магазин – это когда они уже представлены, какие-то образцы, и человек выходит, выбирает. Здесь же нет. Здесь выставлены те образцы, которые заказываются редко, которые стоят дороже, но их нужно видеть, чтобы они продавались. Поэтому выделили еще отдельную зону, потому что запрос на современные двери в данной ситуации был больше. Пять – зона в классическом стиле, где мы показали, как можно использовать двери скрытого монтажа в неоклассике. Плюс мы показали, чем занимается заказчик. Потом вернусь, покажу, как ложи. Чем занимается заказчик помимо дверей? То есть, он может делать какие-то раздвижные механизмы. Третий момент. Третий, третий, третий. Ничего третьего не хотела сказать. Дальше пошли. Шесть – это переговорные. Ну, как бы переговорных нормального линия, то что должно быть, в принципе, в любом шоуруме. Ну, просто само напрошлое расположение. Выделили мы продуктом заказчика из трех разных дверей. По стилистике они не спорят, это в современном стиле. Но вот мы показали три дополнительных образца продукта. Зона кухни. Ну, сам Бог велел, как бы, если это шоурум, где-то приготовить чай, кофе. Плюс, если планируется привлечение, привлечение дизайнеров, то как привлекают дизайнеров? Устраивают презентации. На презентацию это всякие мини-такие фуршетики. Вот. А это тоже где-то нужно делать. Поэтому, чтобы не делать это в переговорной, в таком помещении должно быть место, место зоны кухни. Дальше. Так, 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 так. Зона с образцами дверей. Вот восьмерочки. Для того, чтобы все-таки не заставлять помещение масс-маркетом, где дверь, 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 и когда стоит пять дверей в ряд, ты не можешь понять, потому что у тебя все расплывается. И каждая дверь, две двери рядом, они не могут смотреться хорошо, потому что для любой двери, любая дверь смотрится красиво в интерьере. В чем заключалась здесь основная задача этих экспозиций? Здесь в экспозициях используются как входные двери, так и межкомнатные. И с чего начинается, с чего начинается ремонт? Когда человек приходит, заказывает входную дверь. Когда он приходит, видит входную дверь, она ему нравится, и он видит крутое сочетание этой входной двери с этими межкомнатными дверями. Он запоминает, либо он, либо дизайнер, и он возвращается туда, потому что ему это очень понравилось. В этом логика экспозиции. Так, но для того, чтобы не не в ущерб образцам, вот мы использовали вот под номером 8 по углам, вот именно такие выдвижные, но выдвижные не только двери, потому что как бы посмотрели, что проанализировали, что это не пользуется популярностью, это неудобно, поэтому мы предложили заказчику сделать конкретный блок, то есть уже дверь выезжает, она со всеми доборами, со всеми наличниками и плюс с фурнитурой. И человек пришел, и он увидел реально, как будет выглядеть дверь. Плюс продумывается подсветка, и когда выдвигается дверь, включается подсветка вверху, и уже, в принципе, человек видит в том виде, в каком он должен, в каком он получит дверь по итогу. Девять кладовая, но это просто все-таки, мне кажется, в любом шоуруме, как и кухня, должна быть и кладовая для всяких коробок. Запрос на складские какие-то помещения не поступал, поэтому мы минимальную выбрали. По площади это заказчику, казалось, достаточно, и окей. Итак, это что касаемо шоурума. Это просто на примере. Посмотрите, в чем, что я хотела донести вообще вот разбором этой планировки, то, что здесь присутствовала логика с точки зрения продаж, с точки зрения бизнеса, но не в ущерб удобств заказчику. И это выглядит, и это обязательно будет выглядеть красиво и должно выглядеть красиво, но это уже все-таки немножко второстепенный вопрос, потому что если это будет красиво и это не будет приносить прибыль заказчику, то как бы заказчик разочаруется, он больше не обратится к дизайнеру. Дополнительно, что стоит учитывать? Это фотозоны со ссылкой на соцсети. Об этом я сказала. Арома ассоциации, атмосферная музыка, качественное освещение. Это то, что дополнительно стоит продумать и говорить с заказчиком. К примеру, вы не будете делать какие-то там, предлагать арома ассоциации, но обязательно скажите. Атмосферная музыка, здесь вы продумаете, где ее располагать. И качественное освещение, но это просто прям без этого никуда. Условия для качественного сервиса. Что здесь подразумевается? То, что для того, чтобы менеджеру было удобно работать с клиентом, ему самому должно быть удобно работать. Он не должен бегать из одного конца в другой, из одного угла в другой, для того, чтобы привезти там чашечку кофе, для того, чтобы привезти какой-то образец. Поэтому зона работы с клиентом у нас перенесена на заднюю часть, ну, грубо говоря, за спиной она у менеджеров. Вот. И нужно максимально продумать так, чтобы это было удобно, потому что требовать сервис, требовать исполнения сервиса заказчик сможет только тогда, когда он обеспечит эти условия. К примеру, если там не будет розетки, встроены розетки в стол, ну, где-нибудь там не предусмотрена розетка для компьютера, то как может заказчик требовать, что приносить там, вот работайте на ноутбуках, как бы без зарядки, ну, это тоже как бы не есть. И вот она боль. Работа начинается после заключения договора и внесения предоплаты. То, о чем я рассказала, это очень большая работа. Это очень большая аналитическая работа, без которой зачастую сложно реализовать коммерческий объект. Это все очень-очень индивидуально. То есть, если в жилых помещениях индивидуально это то, что там это стиль, это какие-то предпочтения, то здесь все-таки нужно быть немножко и маркетологом, нужно мыслить, нужно мыслить с точки зрения бизнеса. Поэтому, да, вы можете сделать красивую картинку, как я говорила, но реализовать, ну, после реализации, ну, заказчик будет вряд ли... Так, вопросом сбилось. Александра, какие аромоассоциации были применены в данном салоне? Ну, просто, к примеру, Massimo Dutti. Вы заходили? Я Massimo Dutti, к примеру, если я знаю этот салон, если я его люблю, я Massimo Dutti слышу прям издалека. Есть у нас шоурум дверей, это запах, ну, выбирается какой-то подходящий запах, аромат, и он просто расставляется для того, чтобы был приятный запах, и был только он, только один, и везде один и тот же. Вот, и заказчик каждый раз, когда слышит, это тоже приятно. Вот, в принципе, я закончила. Спасибо большое за внимание. Вот, я знаю, что там времени уже нет, но быстро покажу отдельные коллажи. Вот, к примеру, зона классики, вверху такая серая зона классики. Вот она, где представлена входная дверь, вот серая, встроена в классическом варианте дверь скрытого монтажа, и плюс белые перегородки, как бы то, что производит заказчик. Зона витрины, вот она, легкая, удобная, с использованием, вот цветная та, которая. Я показываю вид с салона, не со стороны витрины, а именно это коллажи, чтобы вы понимали, ну, понимаете. Вот, и вот эта вот яркая часть, мы использовали ее именно для витрины. Вот, со стороны салона вечером будет подсветка включаться в этот салон, и так или иначе, все равно, вот хотите, не хотите, но привлечет внимание эта витрина. И, ну, плюс сама обстановка, это уже мы просто отдельные коллажи показывали. И второй момент, это зона, зона в современном стиле, где мы показываем, как может монтироваться входная дверь, как может в интерьере прятаться дверь скрытого монтажа только уже в современном стиле. И как еще может использоваться дверь-невидимка с, господи, с этими речками в афле. Вот. Это как бы я только пару коллажей показала. Сейчас на данный момент у нас салон в реализации. Вот, что меня очень-очень радует. Все, я Евгений закончила, я отстрелялась. Надеюсь, было полезно. Вот. Не пугайтесь, что здесь есть особенности, что человек должен еще быть и маркетологом. Это несложно. Вот. Просто нужно создать для себя какой-то шаблон, чтобы понимать, чего по итогу хочет заказчик. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok